Ханты-Мансийс попытался подкупить госавтоинспектора. Трюк не удался. Вечером в районе улицы Чехова экипаж ДПС остановил иномарку. За рулем находился 49-летний водитель. Он заметно нервничал и, кроме того, у него имелись явные признаки опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское свидетельствование. В выдыхаемом воздухе установлено большое количество паров алкоголя. Во время составления административного протокола в патрульном автомобиле нарушитель решил испытать судьбу и дать госавтоинспектору взятку. Желая избежать привлечения к ответственности за допущенное нарушение закона, водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД, положив в бардачок служебного автомобиля более 39 тысяч рублей. Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции. И сейчас в отношении водителя транспортного средства возбуждено и расследуется уголовное дело. Импортозамещение в условиях станционного давления. Губернатор Югры Наталья Комарова оценила возможности нижневартовского предприятия Самотлорнефтепромхим. Это одна из крупнейших российских компаний, которая специализируется на бурении и ремонте скважин. Она основана почти 20 лет назад. Сегодня здесь работают 12,5 тысяч сотрудников. В условиях станционной нагрузки на предприятие внедряют новые технологии, что позволяет сохранить и даже увеличить производственные мощности. А главное не потерять коллектив, укомплектованный квалифицированными кадрами. Обеспечить бесперебойный процесс работы позволило создание собственного цеха по ремонту буровых насосов. На сегодняшний день производственная база предприятия обслуживает 150 буровых установок в год. Установлено здесь отечественное оборудование. Запустили цех по ремонту буровых насосов. Вот он рядом. Ну и дальше вот производство, которое запускается. И ремонтируем сами уже для себя и в будущем для также буровых предприятий. Будем ремонтировать буровые насосы. Педагоги со всей Югры посоревнуются за право носить звание флагмана образования. Данный проект нацелен на создание условий для поддержки наиболее талантливых и мотивированных учителей. Конкурс проводится в Ханты-Мансийске в школе номер 6. Участники проходят конкурсные задания, которые определят профессиональные компетенции и знания в сфере преподавания. Стоит отметить, что из почти 700 претендентов в полуфинал прошли лишь 24 педагога. Далее определят трех лучших. Финальные испытания пройдут в ноябре. Одно из самых главных качеств – это педагог должен понимать, что он готовится к своему следующему уроку на протяжении всей жизни. А это значит быть открытым ко всему новому. Это значит постоянно стремиться удивлять своих учеников, своих воспитанников с тем, чтобы все то нужное, важное и ценное могло проникать именно в их душу. Потому что педагог работает от сердца к сердцу. А расскажите, какие будут критерии оценивания победителей сегодня? К сожалению, это закрытая информация. Ей владеют непосредственно эксперты, которые предварительно прошли даже курсы повышения квалификации. Познакомились с технологией проведения как конкурсных мероприятий, так и процедурой оценки этих конкурсных мероприятий. И это известно только экспертам. Ханты-Мансиск примет первый в истории кубок Международной лиги клубного биатлона. В конце ноября столица Югры соберет сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Цель – провести не только в катку на первом снегу, но и первые старты перед началом нового сезона. Так на турнире биатлонистам предстоит пробежать две гонки – большой масс-старт, а также гонку преследования. Призовой фонд Кубка составляет 8 миллионов рублей, где победитель каждой гонки получит миллион. Серебряный призер – 500 тысяч, а бронзовый – 250 тысяч рублей. Кроме того, денежные вознаграждения предусмотрены и для спортсменов, которые завершат гонки с четвертого по шестое место. Старты пройдут 18 и 19 ноября в Ханты-Мансиске. Субтитры создавал DimaTorzok